О сложном многообразии бредовой работы. Описанные пять категорий не являются исчерпывающими, и, безусловно, можно предложить и новые типы. Так мне показалось соблазнительным предложение добавить категорию воображаемых друзей, людей, которых якобы нанимают для того, чтобы очеловечить бесчеловечную корпоративную среду, но которая на самом деле в основном заставляет людей участвовать в выдуманных ими мудреных играх. Позднее мы еще поговорим об обязательном участии в семинарах по креативности и осознанности, а также в благотворительных мероприятиях. У некоторых работников вся карьера основана на том, что они переодеваются в разные наряды или разрабатывают глупые игры, призванные наладить взаимопонимание в офисной среде, где все наверняка сильнее обрадуются, если их просто оставят в покое. Это можно считать разновидностью работы для галочки, но ее можно также рассматривать и как отдельный феномен. Как видно из предыдущих примеров, иногда сложно определить, к какой именно категории относятся очевидно бредовые работы. Зачастую она включает в себя элементы сразу из нескольких категорий. Галочник может одновременно быть и шестеркой или же стать ей, если изменятся внутренние правила организации. Шестерка может также часть времени быть костыльщиком или же стать им на постоянной основе, если возникает проблема, и начальник вместо того, чтобы разобраться в ней, решит, что легче просто перевести одного из своих бездельников-прислужников, чтобы тот ликвидировал ее последствия. Возьмем, к примеру, Хлою, декана без административных полномочий. В каком-то смысле она тоже была шестеркой, поскольку начальство придумало ей должность в основном по символическим причинам. Но по отношению к своим подчиненным она также была насмотрщиком. Поскольку Хлое и ее подчиненным по большому счету было нечем заняться, она проводила время в поисках проблем, которые они могли бы решить при помощи костылей. В итоге Хлоя осознала, что даже будь у нее хоть какая-то власть, она бы все равно в основном занималась работой для галочки. Мне прислал историю человек, который работал в компании, продававшей товары по телефону по контракту с одной крупной IT-фирмой. Предположим, это был Apple. Я не знаю, так ли это на самом деле. Он не сообщил мне точное название. Он должен был обзванивать корпорации и пытаться убедить их договориться о встрече с торговым представителем Apple. Проблема заключалась в том, что у всех фирм, которые они обзванивали, уже был постоянный торговый представитель Apple, часто работавший в том же офисе. Более того, они прекрасно знали об этом. Джим. Я часто спрашивала у менеджера, как можно убедить предполагаемого клиента в необходимости встречи с торговым представителем нашего технологического гиганта, если торговый представитель того же самого гиганта уже сидит у них в офисе. Некоторые были растеряны не меньше меня. Но более эффективные менеджеры терпеливо объясняли мне, что я упускаю суть. Звонки с целью назначить встречу – это игра светских условностей. Предполагаемые клиенты соглашаются на встречу не потому, что они думают, будто это может помочь решить проблемы их бизнеса. Они соглашаются из опасения, что отказаться будет невежливо. Это, конечно, предельно бесполезно. Но как именно классифицировать такой случай? Безусловно, агент по телефонным продажам Джим будет считаться головорезом. Но цель такого головореза – вовлечь людей в работу для галочки.